здравствуйте мои дорогие друзья очень рада вас приветствовать моем очередном влоге и также очень рада что вы и смотрите и задаете вопросы комментируете по возможности и я вас также приглашаю и прошу чтобы вы это делали дальше очень активно задавайте вопросы и также комментируйте то что вы видите и как вы к этому относитесь и хотела вам сказать что сейчас в том регионе польши в котором я нахожусь у нас начинаются каникулы и так совпадает что и сына в институте и у дочки каникулы в одно и то же время вот и хочу вам сказать что на стране каникулы зимние не происходят в одно и то же время то есть она не гуляет в одно и то же время каникулы длятся две недели и обычно это три срока и по разным воеводцам каждый имеет своем трек они меняются так например каникулы начинается середины января по две недели и было раньше середины января до конца января потом первая половина февраля и потом вторая половина февраля до конца февраля были каникулы таких трех в таких трех терминах сроках и и его и лучше чередуется то есть не все всегда имеют от 15 января каникулы то есть один год и первую смену вторую третью так она сочередуется каждый год каждое воеводство в другое время имеет свои каникулы в этом году каникулы в четырех терминах четыре срока и получается так что они в этих рамках остаются до конца февраля но будут как бы зазубливаться то есть например в одном и вот все начнется с 15 до конца января да а в на следующем может начаться например не середины а со следующей одна неделя в некоторых воеводство будет как бы накладываться да и потому получится четыре срока вместо трех почему так делают но для того чтобы вроде бы все дети имели одинаковые шансы поехать в горы отдохнуть чтобы пансионаты имели места вот чтобы не так что некоторым достанется некоторыми достанется но мне все-таки кажется что здесь тоже и маловажный факт имеет бизнес который вместо того чтобы две недели зарабатывать зарабатывает на сколько полтора месяца да вот так что думаю это тоже немаловажный факт в этом всем если у вас другое мнение обязательно пишите в комментариях но мне кажется что больше здесь забота о отельном бизнесе чем о детях потому что если бы была забота о детях то она бы распространялась не только на на эту сферу а там я на более нужно потому что ничего до чего греха таить много множество семей и просто нету денег для того чтобы поехать две недели там на деле в горы потому что там цены сногсшибательные вот поэтому большая часть детей все-таки останется дома на каникулах вот потому что она как уже сказала цены зашкаливают и поэтому поэтому здесь дело не только в благосостоянии детей да но это такое дело вот интересно как ваших странах такой каникулы есть такая практика вот или нет также пишите в комментарии ну и попал своему поводу то что я сказала что вы думаете как этому относитесь а еще в этом влоге я хотела вам показать зашла в action и там такие неплохие находки меня встретили поэтому смотрите до конца и возможно эти вещи вам пригодятся в хозяйстве или вообще в жизни вот я люблю заходить в этот магазин и и подсматривать потому что есть такие вещи которые в другом магазине ты не найдешь вот так коротенько сегодня давайте смотреть выше в этот раз приятно удивляют всякие аксессуары для блогеров ну не только конечно но прежде всего вот такой как сказать вот здесь написано трех ножны штатив для телефона чтобы можно было записывать он раскладной вот универсальные и смотрю еще есть такие видите вот такой треножный такой еще один маленький штатив у меня тоже такой если я платила за него намного больше вот 1395 тоже штативчик такой маленький для телефона и вот еще даже для машины есть тут и и и такое еще еще один ручной есть вот это уже для это уже какой-то беспроводной да вот это на смартфон тоже держатель это уже для для машины наверное ну смотрите какая цена смешная конечно не знаю какое здесь качество этого всего но цена небольшая можно попробовать вот здесь вот для машины я вижу держатели так что для телефона очень много аксессуаров сейчас в экшен и по хорошим ценам далее смотрим на это от не отбеливать выводитель пятен вот выводитель пятен таких ведерках и это для белых для белых вещей вот показываю то что на ведерке написано цена 10 злотых за такое ведерко это неплохо 900 грамм почти килограмм большое количество так что интересная вещь здесь для катышек такая машинка тоже классная цена 13 злотых 1295 я не смотрел какие туда батарейки идут вот но цена очень хорошая далее смотрим что у нас здесь это у нас с про спрей против того чтобы мялась одежда вот против таких как бы сказать но вы понимаете о чем я но такого я еще не видела средства интересная а здесь у нас еще тоже выводитель пятен но на цветных тканях цена такая же то есть то было на белых то на цветных и еще одна серия меня здесь приятно удивило вот у нас здесь это средство для мытья в ванной комнаты они по 7 злотых это для кухни тоже 7 вот и здесь еще будет еще один универсальный цены хорошие это идет уже недавно не недалеко уже весна вот уже продают для мытья окон средства тоже классная цена 497 присмотрела вот такое зеркало очень так очень бы может быть удобная чтобы не бить на стенки можно повесить на двери цена его 3995 практически 40 злотых это очень классная 9 смотрите есть белое зеркало есть под дерево и есть черное то есть на все возможные варианты и увидела еще вот такую как сказать такой пенал на вилке ножи ложечки он стоит 2795 но он видите с такой передвижной еще одной полочкой таких я не видела чтобы чтобы можно было уже такой готовый купить в ящичек но неплохая идея экономит место а здесь интересная ситечка для чая уже даже с блюдечком вот покажу вам поближе вот такая ситечка его можно опустить в чашку заварить чай и потом отставить на ситечка чтобы не капало очень хорошая идея для заварки свежего чая на одну чашку вот здесь показано как это делается очень удобно я когда-то искала такое яичко а это даже удобнее чем яичко вот такие полочки я видела что они уже они сейчас такие довольно модные вот такой размер и стоит это вы видели цену и я думаю что здесь есть еще какие-то варианты сейчас посмотрим вот здесь еще вот такой деревянный такой деревянный вариант а здесь я увидела такие настенные большие часы такие классические без всяких прибамбасов но это наверное не цена за часы не они верю чтобы они стоили 36 злотых такие большие сейчас посмотрим может еще какие то есть на полочке да есть еще другие сейчас посмотрим поищу цену ну что-то мне хочется верить чтобы они были по 36 вот здесь еще есть белый вариант с золотыми золотыми такими циферблатами 79 95 стоит белые а черные сейчас я посмотрю 59 95 черные дешевле белые дороже почему-то но выглядит неплохо но и уже начинаются пасхальные пасхальная тематика но к ней мы вернемся уже попозже на этом я буду заканчивать друзья мои обязательно подписывайтесь ставьте лайки и возвращайтесь на канал смотреть мои новые ролики пока пока